Доброго дня! Это программа «Город женщин». Сегодня мы, как всегда, неожиданны. И тема у нас, ну такая неожиданная. Предпраздничная суета. Как не превратить ее в какое-то тяжелое бремя? Вот скажи, Ирина, такое вообще возможно, чтобы праздничное вот это вот настроение, оно было скомкано, смазано и превращено вообще в ничто? Но мы же оптимисты же, не может такого быть. Мы всегда с улыбкой по жизни. Еще и мы и прокрастинаторы. Оставляем все на последний момент. Поэтому, ну, к Новому году все равно что-то тогда сделаем. В общем, никогда не готовы, но в то же время готовы всегда. Александра, ну ты-то из наших рядов, я надеюсь. Нет, я из ваших рядов уже ушла. Поэтому я встречаю Новый год спокойно, без суеты, потому что я умею выбирать нужное и отставлять все, что лишнее. Вот с этому ты нас сегодня и научишь. Начнем, пожалуй. С наступающим! В двери к нам стучится год собаки. Что он принесет и чего же нам от него ждать? Узнаем в нашем гороскопе. Овны, 2018 год будет наполнен любовью. Возможно, у вас будет пополнение в семье. А если вы одиноки, то есть шанс обрести свою вторую половинку. Тельцы, в наступающем году вы наконец-таки ощутите все плоды своей кропотливой работы. Точно будут награды и различные поощрения. Близнецы, ваши родные и близкие станут играть для вас более значимую роль, чем обычно. Круг знакомых расширится, а путешествия станут привычным явлением. Раки, у вас появится много поклонников и поклонниц. Вас ожидает настоящий головокружительный подъем авторитета. Успех точно не заставит себя ждать. Львы, год собаки точно принесет вам удачу. Он поможет открыть вам новую страницу в книге вашей жизни. И обозначить совершенно новый период судьбоносных перемен. Девы, вы займетесь поиском себя. Заходите развиваться и двигать свою жизнь вперед. И помогать продвижению семьи, близких и окружающих вас людей. Весы, стремление жить здесь и сейчас будет бороться с пониманием того, что любое достижение требует планирования и тщательной проработки. Но не стоит переживать, все обязательно получится. Скорпионы, вам потребуется больше уверенности в себе, чтобы не упустить тот самый ключевой момент в жизни и без скромности добиваться цели. Стрельцы, вы захотите усовершенствовать свои знания и заняться образованием. Поверьте, упорный труд и работа над собой принесут значительные результаты. Козероги, у вас отступит внутренний холод, окружающие станут это чувствовать и непременно тянутся к вам. Поверьте, наступают лучшие времена вашей жизни. Водолеи, научитесь работать в команде. Ведь не зря говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Только тогда ваша деятельность станет намного эффективнее. Рыбы, в предстоящем году вы окажетесь в необычных местах, в ситуациях, которые вам и не снились. Так что импровизация отныне ваш конек. С наступающим, любимые телезрители! Пусть в 2018 году у вас все получится. Не забудьте загадать желания. Возвращаемся в студию, и здесь мы уже не одни. Для нас, кстати, так же, как для вас, гость нынешней, полная неожиданность. Это Дэвид Трутновский, путешественник. Как он здесь оказался, что его сюда привело, я думаю, мы сейчас узнаем. Здравствуйте! Помогать нам будет Анастасия Кондакова. В качестве добровольного переводчика мы решили не искать переводчика, потому что у нас в городе женщин есть свои таланты. Настя одна из них. Ну что, начнем, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, спроси, пожалуйста, как он здесь оказался? Почему ты решил приехать сюда, в Якутии? Первое, спасибо, что я пригласил меня. Я был в Крестнадцатом, я был в Европе в Европе, так что я не знаю, что я буду делать. Поэтому я решил поехать в Якутии. Потому что никто не знает много о этой городе, в Европе. И я хотел увидеть, чтобы увидеть, как люди живут здесь, как архитектура, природа здесь. Он сказал, что он приехал из Чехии. И, значит, у него были рождественские канюкулы, как раз вот начались. И он решил, ну что я могу делать, я могу приехать сюда, в Якутии, потому что это такая незведанная, значит, незведанная республика. Посмотреть архитектуру нашего города и так далее. Понятно. Но он хотя бы по интернету что-то узнавал о нашей республике? Или просто ткнул пальцем самое холодное место? Так что, может быть, вы смотрели что-то на интернет, может быть, вы знаете что-то на интернет про Якутия. Чтобы быть honest, для первого раза я проверил город. И после этого я гугли на интернет, что это такое город. Как вы обнаружили? Да, я хочу поехать в город, в холодном городе, в холодном городе, в одном из них. И я хочу чувствовать холодную температуру, и люди, которые живут в этих условиях. Он сказал, что он сначала хотел поехать в самый холодный город мира и выбрал наш город. И так вот выбор пал, потому что это самый такой холодный регион. Понятно. Ну как, он впечатлен? Это холодно оказалось? Или не очень? Он знает, что это не самое холодное время года. Ну то есть сейчас не самая низкая температура. Он говорит, что да, я знаю, но нет, достаточно. А Новый год вы проведете в нашем городе? Ну, Новый год, если вы здесь? Нет, я уйду в Якутии в Якутии. Я пойду в Иркутск, в Балхайси. Он сказал, что завтра он уезжает на Байкал, и новогоднюю ночь он будет в Москве. Прекрасно. Скажите, а вот когда вы в путешествии встречаете Новый год, вы все-таки какие-то традиции новогодние соблюдаете? А значит, вас можно поздравить с Рождеством. Сегодня католическое Рождество. They congratulate you on Christmas, because today is a Christmas. Окей. Ну, мы поздравляем вас от души. They congratulate you very much. А можно вопрос в кухне? Так, вопрос. Вот мы на Новый год, например, да, у нас в России оливье такой самый известный, самый вкусный салат. А что готовят у вас на Рождество? Какие блюда традиционные бывают у вас на столе? Он говорит, что рыбу с картошкой они едят, и на Новый год, на канун Нового года они едят утку. Ух ты, ясно, спасибо. Александра? У меня такой вопрос. Скажите, когда вы встречаете Новый год с незнакомыми людьми, это как-то влияет на следующий ваш год? Это уже стало у вас традицией встречать Новый год в новых местах? So, is it your tradition to celebrate New Year in different countries? Is it your tradition? Actually, no, no. The Czech people, they celebrate all together, at home, or they go to the cottage in the mountains, so they celebrate it with the friends. Это ваша личная традиция, да, в новом месте, в путешествии? Или это для вас тоже новый опыт? Is it your own tradition, or it's just you decided to, yourself, to go to another country? Is it your own tradition? No, 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 it's only me. It's my decision. No, 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 people, they celebrate at home, you know. Он говорит, что это обычно люди в Чехии, они проводят Новый год как и мы в России, да, то есть с семьей, они едут в загородный дом, в горы там и так далее. Это просто его такая собственная традиция, что он вот так вот празднует Новый год в разных странах. Прекрасная традиция. Его что-то удивило? Его что-то удивило у нас? Ну, или что понравилось ему в нашем городе? А, did you like something in our, what did you like most in our city, or did you, was it something interesting or unexpected things, maybe stuff, something like this? Yeah, the city is very foggy, that you don't see the sun, for example, and I'm the civil engineer, and for me it's interesting the architecture and the building stuff, so that you have here in the houses on the pillows, on the concrete pillows, so it's interesting for me too. Он сказал, что, конечно, самое, что удивило, это туман, да, то есть вы не видите солнца, всё в тумане, это очень интересно, и, значит, то, что дома находятся на подушках, ну, наверное, на сваях, да, он имел в виду, да, на сваях, это очень интересно, потому что он сам по профессии инженер, да, и поэтому вот эта вот архитектура нашего города его сильно впечатлила. Понятно, очень приятно. А есть ли у него жена и дети, и как они относятся вот к таким его путешествиям? Как себе. Do you have wife, do you have kids, how your family, your family appreciate your decision to travel or not? I have two children, one son and one daughter, and I had a wife, but we leave divorce, and the children in this Christmas time, they are at the mom, so I'm alone, so I decided to travel. Он говорит, что у него есть двое детей, мальчик и девочка, они развелись, к сожалению, с женой, и поэтому дети пока сейчас с женой празднуют Новый год. А в следующем году придет его очередь праздновать Рождество с детьми, поэтому он будет традиционно праздновать и отмечать Новый год. Спасибо вам большое, мы желаем вам не замерзнуть ни в коем случае в нашем городе, и знайте, что мы очень теплые и жаркие люди на самом деле, город наш прекрасен. Ну что, вернемся в студию чуть позже после рекламы. Ну, оправдываем мы сегодня наш волшебный эфир, потому что действительно волшебство произошло. Покажите, кто у нас сегодня гость в студии? Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Екатерина Алексеевна Строгова. Екатерина Алексеевна директор недавно созданного музея города Якутска. И сегодня... Да, вот это да. Это большая новость, да? Удивительно. Они знают, что у нас создан музей города Якутска. Расскажите, пожалуйста, об этом немного, Екатерина Алексеевна. Я думаю, что вообще мало кто об этом знает, потому что так не очень широко это освещалось. Но на самом деле краеведы, старожилы, все, кто любит наш город, они мечтали об этом событии не одно десятилетие. Несколько раз предпринимались попытки, но они были неудачные. И вот как в сказке, на третий раз, наконец-то, это свершилось. В январе месяце было издано распоряжение мэра о создании музея города Якутска, который будет освещать историю нашего города, жизнь наших горожан с древнейших времен, и насколько получится. Понятно, спасибо. Я вас всех поздравляю с этим замечательным событием. И надо сказать, что первая выставка, не первая, но вот сейчас к Новому году подготовлена замечательная выставка, посвященная новогодним открыткам. Как здорово. А сегодня мы будем делать открытки или мы будем делать что-то иное? Нет, сегодня мы будем делать не открытки. Об открытках мы, конечно, поговорим, потому что это неотъемлемая часть новогоднего праздника. Но сегодня мы вспомним бабушкины елки. Наверняка каждый человек, у которого была бабушка, он вспомнит, что у бабушек на елках очень часто бывали такие вот забавные игрушки, изготовленные из ваты. Да, я помню. Они были чрезвычайно популярны и до революции, и в первой половине 20-го столетия, и только уже, ну, наверное, годы 70-е и отошли как бы на второй план, да. Вот. И сегодня мы попробуем собственными руками изготовить, ну, конечно, человечка делать сложно, но мы попробуем изготовить вот такую вот нарядную птичку, которую можно посадить на елку. Давно хотела научиться, и все никак не дойду, и вот мастер-класс пришел к нам. Вот. Вот теперь дошли. Желаю еще чего-нибудь хорошего. Я заметила, то, что ты пожелаешь, обязательно исполняется. Да, ну, это правда. Вот. Для этого нам понадобятся кусачки, ножницы, краски, кисточки, клей ПВА. Да, вот он у меня здесь, чашечки клей ПВА, и проволока, и, конечно, вата, поскольку игрушки у нас ватные. Самый главный материал вата. Да, это все, что есть в каждом доме, да, даже покупать ничего не нужно. Все, что есть в каждом доме, все, что стоит на самом деле копейки, а изготовить можно невероятное количество игрушек, если освоить достаточно простую технологию. Я думаю, что все дамы, все хозяйки, они прекрасно умеют наматывать вату на спичку для каких-то хозяйственных целей. А вот куда это вы окунули? Это я окунула проволоку в клей ПВА, и я сейчас обматываю проволочку, у меня два куска проволочки, один подлиннее, другой покороче. Это лапки, судя по всему, да? Да, вот тот, который покороче, это будут лапки. Мы обматываем его целиком вот этой нашей бумажкой. В принципе, ну, очень хорошее дело, потому что можно сделать любого цвета, какого понравится, в принципе, любого размера, какой понравится, и... А кончики вклеим? Да, а кончики мы заклеиваем, чтобы у нас это вот не слезало. Вот, теперь мы берем ту проволочку, которая побольше, и у нее обматываем только кончик. Это будет клювик нашей птички. Вот этот клювик. Мы его обматываем, что-то он не очень жаждет обматываться. Не хочет. Его потолще, да? Да, как-то не рвется в бой совершенно. Ну, ничего, мы его сейчас зафиксируем. Мы, главное, перед этим мастер-классом так обрадовались. Не хочет, заставим. И вот мы его обмотали, и вот эту обмотанную часть вот так сгибаем. Делаем скелетик как бы, да? Это у нас скелетик нашей птички будущей. Ты повторяй, Саш, ты же нас потом учуешь. Она повторяет, она старается. Я вижу. Я верю, что... Вчера, вы знаете, даже у второклассников все прекрасно получилось. Вчера был мастер-класс в библиотеке Белинского. Мастер-классников, но это не гарантирует нам успеха. Да, вчера дети делали, у них прекрасно все получилось. Учитывая, что у Афшани-то ватку на спичку никогда в жизни не наматывали. Вату наматывать нужно влажными руками обязательно, потому что именно тогда она приобретает свойства такие пластичные, почти как пластилин. И вот эту часть, нашу проволоку, вот тем самым способом, каким мы наматываем обычно, толстые куски ваты брать не надо. Надо так их немножко сделать более плоскими. Распушить. Распушить, такими, чтобы они не очень толстые были, иначе они плохо наматываются. И всю-всю вот эту нашу будущую птичку мы ее обматываем. А если ватку намочить, она слипается, склеивается, в общем-то, без клея. Вот это... Саша, ты сама, по-моему, мастер-класс можешь давать. У Александры, у нее вообще золотые руки. Да. Вот. У нее всегда все получается лучше всех, я знаю. Мы с детства дружим и соседи по даче, поэтому наши дачные вечера не только за самобаром, но и за разными познавательными и полезными вещами. Да, спелись, танцевались уже давно. Даже станцевались. Да, даже станцевались. Потому что Екатерина занимается фламенко. Боже мой. Она заняла первое место на танцевальном конкурсе. А я думала, что это испанческий образ совершенно. Вон оно что. Как здорово. Ну, об этом мы, может быть, как-нибудь потом попозже поговорим. На досуге, да. Вот. Вот у нас получилось такое приблизительно туловище, да. Пока еще не очень похоже на птичку. Вообще не похоже. Вообще не похоже. Мы его, вот, придаем ему такую фигуру нехорошей оценки. Двойка. Да, вчера детям очень понравилось, что на двойку похоже. Так, лапки. И наши лапки, мы их берем, сгибаем вот такую петельку и закрепляем там, где у нас будет у птички животик, туловище, да. Откуда обычно у птичек растут ноги. Угу. Перекрутим. Просто перекрутим, да, чтобы оно не сползало. И вот теперь начинается самое главное. Теперь, собственно говоря, мы... Птичка становится птичкой. Птичка становится птичкой. Мы уже начинаем лепить из ваты почти что как из пластилина. У Саши лебедь прям получилась какая-то. Вы знаете, вчера у детей получились, несмотря на то, что технология была абсолютно одинаковая и делали они одно и то же, получились совершенно разные птицы. У кого-то получился голубь, у кого-то получился страус. Правда. У кого-то получился журавль, а у одной девочки получился очаровательный попугай. У меня мама его еще так ярко, замечательно раскрасила, и получилось здорово. Вот на этом сгибе ватой мы формируем... Объемчик. Объемчик, головку нашей птички. Да уже все птичка видна. Вот, собственно говоря, вот так вот мы делаем. Да, птичку уже становится видно. Каждый представляет себе, какую птицу он хочет. И в соответствии с этим он наращивает те части тела, которые этой птице свойственны. То есть если мы, допустим, делаем пузатого, красивого снегиря, которого мы любим за его пушистую, яркую красную грудку, то, соответственно, мы наращиваем головку и наращиваем, соответственно, грудку в первую очередь, которая у нас будет... И потом это все можно покрасить, да? Потом покрасим, потому что мы сейчас точно не успеем. Красить мы это будем абсолютно потом, перед тем, как красить... Что еще там можно? Мы, наверное, доделывать не будем, потому что... Да, потому что мы уже готовы. Да, мы принесли тут такие... Заготовочки. Заготовочки, да. Посмотрите, какая прелесть. Такие в результате, после того, как вы ватой создали фигуру птички, вот я не зря принесла тут клей не только для того, чтобы приклеивать бумажку, вот этот клей, этим клеем, раньше вообще еще в нашем детсадовском детстве это делалось с помощью мучного клейстера, птичка полностью, вся полностью покрывается слоем клея. Кисточкой. Да, кисточкой покрывается слоем клея, после того, как высохнет, она становится вот такая... Она как плотненькая, вот разручивает. Плотненькая, прямо такая... Ее можно раскрасить. Теперь уже можно красить. А потом... Прямо вот такая тверденькая. Держите. Можно мне тоже посмотреть? Можно. Где у нас тут еще? Она упала. Вот смотри, какая лезь. Держи. А потом ее можно вот так вот... И вот теперь, когда она у нас просохла, с клеем, мы берем краски и раскрашиваем этих птичек. Краски можно взять любые. Лучше гуашь, потому что она плотная. Так я могу и плоский хвост вот такой сделать. Можно сделать вот... Какую птицу вы хотите, такое можете сделать. Очень красиво. Можете раиста, можете павлина, можете со сложными крылышками, можете с расправленными. Какое угодно. Вот с помощью и все фигурки, которые делаются из ваты, в том числе вот и такие простенькие, допустим, простенькие вот такие ягодки, которые доступны даже дошкольнику. Да, и такие вот человечки, они все делаются одинаково вот по этой технологии. Большое спасибо, Екатерина Алексеевна. Вот и все. У нас совсем мало времени. Я думаю, что ненадолго мы прервемся, потому что есть очень важная информация. Дело в том, что Новый год уже стучится в наши двери. И в преддверии самого теплого праздника, а это Новый год, конечно, только с 22 декабря по 7 января новогодние скидки с сети магазинов «Камелек». Вас ждут по адресам. Проспект Ленина, 36, в ТРК «Азия» первый этаж, в торговом центре «Айсберг» второй этаж и на крестьянском рынке на первом этаже. А, еще один адрес есть. ТВЦ «Оптимист.Проф» второй этаж. Успевайте купить подарок для самых любимых и близких. С любовью, ваш новогодний «Камелек». Если вы еще не успели приобрести подарки, знайте, что раз близится самая новогодняя ночь, самая праздничная, то «Камелек» здесь вам самый главный помощник. До 7 января, напоминаю, с 22 декабря, новогодние скидки по дарцу до 20%, ну и вообще в сети магазинов «Камелек». Поймайте свою удачу, будьте счастливы. Реклама. А вы заметили, что это волшебный нынче щелчок? Покажите опять общий план. У нас новая гостья. Вот так по мгновению, как говорится, волшебного щелчка меняются наши гости сегодня в нашей студии. Я рада представить Диану Иларионову. Это фотограф. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Так, ну что, вы нас привлекли, конечно, в силу своих творческих способностей. Потом мы знаем, что у вас совершенно необычным образом названа дочь, и мы видели сюжет об этом. Ну и самое главное, вы, как человек творческий, нам расскажете, как проходит ваша предпраздничная суета. У меня сейчас очень много клиентов. Каждый день поток с 11 до 2. Понятно, у вас работа. Да, вообще у меня работа. Еще у меня ребенок, еще у меня муж, еще у меня домашние дела. Это все нужно успеть. Я еще до сих пор не поняла, что только осталась неделя до Нового года. Ну, в принципе, я все успеваю, потому что муж мне помогает, родители помогают. Как-то так. Понятно. На декабрь у меня запись полная, и как бы сегодня я тоже очень много успела. Да, вообще я на расхват оказывается. И после того сюжета тоже очень много людей записалось. Очень классно, короче. Понятно. Ну, сейчас для тех, кто не видел сюжет, два слова о том, почему вы назвали. Есть такая песня, я назову планету именем твоим. У вас все наоборот получилось. Вы назвали дочь планетой. Да. Какие интересные. Мою бабушку зовут Планета Николаевна. Она села Актемцы, Ханглазского область. Вот. Ее назвали планетой, потому что, как мне рассказывали мои родители, и тети, и дяди, до нее дети, оказывается, умирали. Это было очень давно. И чтобы, ну, есть такая легенда, что детей забирает Абаха, и если их назвать каким-то таким именем необычным, то Абаха их не найдет. Поэтому мою бабушку назвали планетой. Назвали планетой, и все сложилось хорошо. Да, и все сложилось. Ну, раньше интересные имена же были всякие разные. Тот же Матор, например. Да-да-да. Вот. И я назвала ее в честь моей бабушки. Она была замечательной женщиной. И это имя несет в себе какую-то энергетику. Все, что связано с этим именем, получается. Она... Да, вы что? Да. Я даже не знаю, как объяснить. Но вот поэтому я назвала свою фотостудию Планета в честь моего первого ребенка, в честь моей бабушки. В честь того, что она вообще такая необычная. Вот. Чтобы у меня все получилось в первый раз. И да, получилось. Мы желаем, конечно, вам только успехов. Но теперь вот самое главное, предпраздничная суета. Мы, например, вот с Ириной признались, что все откладываем на потом. Что у нас суета потом... В седний момент не получается. Все дела друг на дружку потом нагромождаются. Это как-то к неразберихе такое приводит. И даже ты теряешь. А когда же, собственно, начался он этот праздник? Саша нам обещала рассказать, как же у нее все проходит. Я надеюсь, что она поделится с нами тоже. Да, я хочу сказать, что просто для себя я расставила приоритеты, ценности и цели. И многие вещи я решила, что они мне не нужны. Например, вот этот вот суета по магазинам. Я решила, что я не работаю больше на то, чтобы... Я думала, а я одна такая неправильная. ...очень много приобретать. Например, у меня теперь правило, я покупаю только одну новую игрушку каждому Новому году. Это не то, что вот раньше я могла очень много времени и средств тратить на приобретение каждый раз. Вот каких-то, да, украшений и так далее. Теперь я покупаю одну игрушку, и я могу выбрать себе самую красивую. Ух ты! А я, знаете, я что делаю? Я открыла для себя новое приложение, я потом вам скажу какое, на телефоне, на котором можно заказать продукты на дом. И это очень удобно, да. Это вообще здорово. И там не только продукты, там вообще все, что угодно. И подарки можно, и все. А вы знаете, еще, чтобы не было хлопот в Новый год, у меня тоже это вот в течение года новое, да, встречать Новый год трезво, как и все остальные праздники. Потому что это действительно очень много проблем бывает, когда люди встречают Новый год с алкоголем, да. Зачем создавать себе лишние проблемы? И вот идет сейчас общественное движение, да, трезвый Новый год. И вот лично для меня, кажется, это очень важно, создавать настоящий праздник, да, настоящее настроение, новые хорошие традиции, которые будут двигать людей вперед. Даже без шампанского? Ну как Новый год без шампанского? По капельку, в хужере, чтобы играла. Нет, потому что для себя я сделала такой выбор, что я не поддерживаю традиции, которые культуру питья прививают детям. Ну это мой личный выбор, я с вами делюсь, если вам кажется это полезным. Как в вашей семье проходится? Ну у нас шампанское, конечно, присутствует, это вообще как традиция, это как елочка, это как ирония судьбы по телевизору, это как оливье. Но не обязательно, конечно, его залпом выпивать, чтобы там шесть штучек шампанского было. Нет, пусть стоит и играет, кто-то все. Да, просто это для настроения. Но, конечно же, чтобы не помнить, как ты встречал Новый год, это вообще нет, это нет точно. И детям это показывают, я думаю, что это неправильно. Праздник он и есть, праздник он должен, он не должен зависеть от алкоголя в первую очередь. А что вы готовите, товарищ фотограф? Я буду готовить традиционные блюда, я обожаю селедку под шубой, я обожаю оливье, я обожаю мамины торты черепаха, она, кстати, печет на заказ в Покровске. У нее уже в руках есть. Пользуясь случаем, да? Вот, закажу роллы, наверное, пиццу с мужем, с ребенком. А, кстати, в этом году нельзя, потому что собака, она любит только все натуральное и сделанное своими руками. А, да, и заказывать не желательно. Я хочу, кстати, про собаку сказать, да? Собака наступит только в феврале, поэтому мы встречаем просто 18-й год. Еще целый месяц будет длиться год другого, да, поэтому даже если этой логике придерживаться, все-таки до собаки еще очень далеко. О, давайте ставить все на свои места. Да, знаете, слушай, Саша, приказывай. Все, что хотим. То есть я могу есть все, что хочу, потому что я не ем то, что любит собака. Я мясо не хочу, там что-то такое не хочу. Я боялась, что у меня стол будет опять. Нет, это не по вкусу. Ну, вы знаете, что мы же сами создаем свои традиции, да? Это лозунг, мы авторы своей жизни, поэтому если даже сложились какие-то традиции, это ведь тоже чья-то выдумка, чей-то выбор, в том числе для того, чтобы нам навязать лишнее телодвижение, лишние траты и так далее. Поэтому давайте выбирать свои традиции, те, которые нам полезны, те, которые нам дают развитие, ну, примерно в таком духе. Голос разума, кстати, голос разума, это вот основной секрет подготовки, о котором вот мне хотелось сказать. Конечно, сейчас же идет перепроизводство, людям нужно продать много вещей, да? Да, да, то, что они произвели. А мы что-то можем сделать своими руками. Да. Кстати, вы делаете что-то своими руками? Да, я сегодня принесла. Так, показывайте. Ой, как красиво. Наши фотостудии мы с мужем делали вдвоем, тоже все своими руками, ну, не только вдвоем, конечно, нам помогали друзья. Вот, и новогодние игрушки тоже решили делать сами. Ну, чтобы там был атрибут. Так, что там внутри? Это обычная игрушка такая, неприметная. Мы взяли бечевку, это джуд, джудовая нить. Обычный шпагат. Да, обычный шпагат, да. Намотали ее вокруг игрушки. А вы клеем обмазывали? Да, клеем обмазывали каждый раз, вот так вот, все. И веревочку у меня есть, готовая игрушка. А теперь можно сюда блесточки какие-нибудь даже? Можно, почему бы нет. Звездочки. Звездочки можно приклеить, искусственный снег, все, что угодно. Просто мне нравится сама простота. Игрушки и так с вами блестящие же бывают, поэтому я хотела добавить немного простоты. Да, в таком эко-стиле. И что-то нарисовать, наверное, можно. Ой, это мне как нравится игрушка. На даче полно-полно шишек. Да, мы с сестрой собирали ее в парке, шишки, очень много шишек. Копали ее под снегом, ногами. Поделить это нужно было, видеть, вообще нужно было заснять это на видео. Это отдельное развлечение. Я не поняла, вы что это сделали, зимой сейчас? Да, зимой. Это было в конце ноября. За неделю до декабря мы делали наши... Мы пошли за шишками, да. Под снегом их собирались. Отлично. Мы потом высушили шишки, купили клеевой пистолет такой маленький, и вот приклеили бантик, приклеили шпагат. Вот вам игрушка. Но покрасили вы сначала шишку? Нет, это искусственный снег, который, кстати, производится в хозмаркете. Вот это да. А еще это посуда от Икеи, они продаются по 4 штучки. Вот, мы в нее насыпали соль в виде снега, положили ту же шишку, еще вот откуда-то мы нашли еловую ветку, искусственную, всю. И шпагатиком перевязали. Да, шпагатиком. Слушайте, ну прекрасно. На камине у меня стоит постоянно. И можно привлечь детей, это несложно, да, вместе с ними сотворить эту красоту. Да, это превосходно. Моторику развивает и вообще... Уседчивость и творчество. И творчество. Какие у вас есть традиции новогодние, семейные? Семейные. Раньше мы снимали на видео, как мы отмечаем Новый год. Потом как-то забросили это дело. Но так как я в этом году купила камеру, тоже собираюсь снимать. В этом году я решила как-то по-другому отметить. Я каждый год отмечала с родителями, это для меня был особый праздник. Вот, а в этом году мы все-таки решили вдвоем с мужем и с ребенком. С нашим ребенком. То есть уже семья только ваша. Да, уже все отдельно. Ну ничего, первого числа ждите. Родители так важны. Да, 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 они приедут, кстати. А вот как фотограф, вы можете дать какие-то советы простые, чтобы и домашние фото получились хорошие, качественные эффектные? Как продумать, чтобы там не лез телевизор или кусок там непонятного ковра? Ну это нужно убирать внешние предметы, нужно все красиво как раздаивать, то, что вы хотите показать на кадре. Нужно, конечно же, прямо сесть, выбрать удачный ракурс. Какой у вас рабочий ракурс? У женщин есть рабочий ракурс, кстати. Вот, сидите, ровно, главное, улыбайтесь. В принципе, ведите себя естественно, тогда получится отлично. Этим летом нам с Сашей, знаете, что сказали, и у нас есть фотографии, вытягивайте вот так ножки, и тогда они будут у вас сказаться длиннее. И мы, где-то есть фотографии, где мы с тобой вытянули всю свою непомерную длину и лежим в шезлонгах. В последнем же фиксе, кстати, мы уже написали, что это наше летнее приключение, фотографии. Да, да, да. Кстати, так же фотаются тоже, да? Фотографируются ноги, вытянут вот так вот как-то. А еще вот так, чтобы так? Да. А освещение как-то вот поставить из того, что из тех приборов, которые дома есть, осветительные? Ну, я пока не работаю с освещением, с искусственным, я пока работаю с длинным светом. Как все говорят, длинный свет, это самый лучший, естественный, поэтому я снимаю только с 10 до 2. То есть сейчас же почти нет этого длинного света. То есть поймать вот этот режим лучшего освещения с 10 до 2 и сделать семейные фото в это время примерно, да? Да, 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 да. Если вы хотите прям белый, естественный свет, обычно я еще фотографирую после заката, после захода солнца, это при свечах, при свете гирлянды, это тоже очень вообще атмосферно получается. А еще очень хороший свет, ну как мне, по крайней мере, казалось, мы снимали несколько раз на рассвете, летом, естественно. И это какое-то совершенно необычное состояние воздуха даже. Это так? Скорее всего, я пока не пробовала, жду. Это где? На природе или дома? В городе? На улице? А, ну по улице. Ну вообще вот такие косопадающие лучи, да, они какой-то такой режим освещения. Во время заката еще, во время заката очень красиво. Ясно. Так, ну что, у нас времени совсем мало осталось, и поэтому мне хотелось бы услышать от вас пожелания для наших телезрителей. Ну и, да, теперь вам слово. Пожелаю я в этом году, чтобы вы закончили этот год очень плодотворно, чтобы во всех ваших делах сопутствовала удача. Чтобы вы не волновались за всякие мелочи, не цеплялись, чтобы все прошло легко, удачно и как-то так. Спасибо, спасибо. Ну что, я так думаю, что здесь нам, конечно, главный помощник Александра. Об этом мы еще с тобой поговорим, но уже, наверное, вместе с Ирой. А пока мы удаляемся ненадолго, правда, вернемся в эту студию. Сделаем это мы сразу после рекламы, после двигателя торговли, как известно. Возвращаемся в студию для того, чтобы вновь вас чем-то удивить. Но для начала спрошу вас, вы что, бегаете все еще за подарками по магазинам? Знаете, что есть место, в котором можно все купить? В одном! В хозмаркете. Хозмаркет – это рай для любой хозяйки. Там есть абсолютно все. И предметы интерьера, и бытовая химия, бьюти-наборы и большой выбор игрушек для детей. Кстати, некоторые прямиком доставлены с фабрики игрушек самого Деда Мороза. Куклы большие, куклы маленькие, сказочные принцессы, семьи – все для наших детей. Приходите в хозмаркеты. Кстати, прямо сейчас там объявлены скидки на детские карнавальные костюмы. Вот такой замечательный магазин – хозмаркет, в котором есть абсолютно все, что нужно для жизни и праздника. Шкатулка вкусных рецептов в котором собраны очень вкусные оригинальные рецепты наших хозяюшек. Так что спрашивайте в магазинах «Книжный маркет», киоски «Горпечати». Сегодня пойду. Да. Обычно новогодние бывают самые лучшие номера. Да, конечно, там рецепты. Все, что нужно для хозяюшек. И, конечно же, наш магазин «Кискома», который постоянно предоставляет нам посуду, призы для наших хозяюшек. Ты знаешь, по-моему, этих хозяюшек мы уже видели в гостях здесь. Приходите в торговый центр «Туймада», торговый центр «Проспект» и торговый центр «Мясной двор». Найдете все для Нового года. Еще у них 40% скидка. А мы нашли здесь знакомых хозяюшек. Вот в твоем журнале, оказывается, да. Всем привет и передавай, когда увидишь. Всех знаете, что ли? Нет, не знаю, что ли. Мы, благодаря тебе, мы знаем. А, ну они же как-то. Конечно. Мы теперь фанатки этой кухни, на самом деле. Так, что тут? Нравится вот эти формочки с человечеками имбирные? Это как раз для Нового года. Это имбирные пряники. Печенья имбирные, медовые. Это все из коми. Девочки, сегодня я хочу показать вам, как делать салат новогодний. Бусы на снегу. Для этого мы берем такую тарелочку. И снова я пользуюсь формой от тиском округлой. Если вы хотите сделать его большим, то можно взять большое блюдо, либо тарелку побольше, и, соответственно, продуктов тоже побольше. Для этого салата нам потребуется куриное филе, яйца отварные. Мы делим их на белки и желтки. Огурцы соленые, сыр, морковь отварная и гранат. И майонез. Если вы майонез не любите, можете заменить его сметаной, либо сделать сами. Мы можем 50 на 50 сделать. Да, 50 на 50. 50 сметаны и 50 майонеза. Более нежно тогда получается. Либо можно сделать его из трех желтков. Плюс туда добавляется горчица, немножко чеснока, соль и растительное масло. Тщательно взбивайте, да, это получается домашний майонез. Вообще ингредиенты похожи на оливье, да? На оливье немножко похожи, да. Значит, для начала мы берем наше куриное филе, мы его кубиком нарезали, и кладем первым слоем сюда. Видишь, как она любит красоту? Вот все время она какие-то формочки придумывает, когда-то утрамбовывает. Потом нам показывает всю эту красоту. Да, это вот такая медитация, да, своеобразная? Да. А вы уже придумали, что будете делать на новогодний стол? Терку дай, пожалуйста. Терку? Да, обе. Обе? Спасибо. Так. А, вот они где. А я думаю, куда же она у нас кладет желтки? Она уже поработала. Я не думаю ничего нового на Новый год. Классика всегда. Да? Да. Я знаю почему. Потому что однажды получила совет. Не экспериментируй в момент праздника. Потом поздно будет исправлять. Филе мы положили первым слоем. Дальше мы делаем майонез немножечко. Я майонез использую всегда. Немножко. Много я не кладу. И он всегда дает какую-то такую сочность. Я знаю, кому пойдем в новогоднюю ночь в гости. Я знаю, кому пойдем в 1 января в гости. 1 января я советую. На праздник доедолог. Очень хорошая праздник. Девочки. Там, наверное, знаешь, сколько у нее таких, как мы, желающих. Так. Дальше вторым слоем у нас идут огурчики. Для этого нам нужно нарезать. Если я не успею, я могу сделать после рекламы, наверное. Ничего. Или я уже... Вообще, я считаю, кооперация всегда выгодна. Я тоже так считаю. Поэтому праздновать вместе с друзьями, каждый что-то приносит, меньше хлопот. Мы так давно уже отмечаем девичники наши. Каждый с чем-то пришел. Сейчас вот среди молодых семей это так распространено. Детишки вместе собираются. А так и делается. Мамы вместе готовят, да? Да, да, да. И папа что-то там украшает, мастерят. И дружно, и весело, и ненакладно. Опять же. Да. Саш, ты можешь... Так вам разнообразно. Поправить немножко. Дело в том, что двумя ручками Саши это надо сделать. Все, получилось. Так, огурчики. Так. Тоже выкладываем вот сюда. Какая самокритичная, смотри. По форме им не подошли, все. У меня есть такая сеточка квадратная, которая разрезает все вот мягкие вареные овощи. Так вот раз, раз и кубиками аккуратненькими. Есть такая сеточка у меня, но она для яиц. И она очень быстро выходит из строя. Я подарю тебе на Новый год такой случай. Они, кстати, в маркете есть. Серьезно, мы выясняем, что там есть все. Спасибо, Саша. И даже искусственный снег. И это очень быстро. В перчатках, конечно, очень неудобно работать. Но и без них сейчас тоже невозможно. Может быть, эта сеточка, кажется, и такие приспособления для нарезки. Ну, не сами свое изобретет, я так называю. У него что-то есть свое. Так, после этого что опять? После огурчиков... Нет, сюда я майонез мы уже не делаем. Так, а что потом? Потом мы сюда возьмем морковь и натрем ее на терке. Морковь отварная, да? Морковь отварная. Так, вот все сюда придется. Так. Какой тебе? Маленький? А я сейчас ее, наверное... У тебя, наверное, все готово уже. Сюда сделаю. Морковка у меня еще не готова. Не успела. Ничего, сейчас она будет готова очень быстро. Быстренько все делаем. Быстро, быстро. Вот это главный, кстати, наш принцип. Главное, чтобы было быстрее. Как я готовлю? На каждое блюдо 10 минут. Да. Не больше 20 точек, как я делаю. Я все-все-все накидаю туда. И... Чтобы она томилась. Все, вот, чтобы я больше не трогала. Не замерзывала. Мне нравится пароварка. Эксперименты проводить над собой. Пароварку все эти овощи. Или еще мне нравится запекать. Вообще брусловую духовку. Ой, запеканки я обожаю. Да, вот так, что я и говорю. Я тоже люблю. Запекаешь и красота. И смотреть за ними не нужно, пока запах не пришел. Пока не пригорит. У меня есть аэрогриль еще, вот это вообще... А вот у меня нет такой техники. Слушай, кто-то говорит, что это вообще великолепная вещь. Да. Просто ставишь туда, например, ту же курицу, да? Устанавливаешь время, температуру, и все. И свободен. Ой, она сама там скачет. Смотрите, какая красота. Я так полагаю, она об эстетическом стороне дела беспокоится. Ведь представь, какой сейчас будет бледный цвет, потом зеленый, потом насыщенный оранжевый. Новогодний. Все не просто так. Все должно быть не только вкусно, но и красиво, я подогрелась. Ясно. А этот слой нужно промазывать? Этот слой мы немножко смажем, потому что больше мы майонез использовать не будем. Дальше у нас будет... Очень хорошо, какой-то здоровенький салатик получился. Мне нравится, когда сверху вот так густо укропа, но он вообще такой, как елочка. Как елочка. Ты знаешь, вот я смотрю вот на эту елочку и думаю, что неужели из этой елочки... Ой, а что, правда, ее и делают? А, я поняла, она это конопышки, да, вырезает? Не знаю, может... А, это печенье. Маленькие такие печенье. Нет, вы берете, делаете тесто песочное, например, да, все можно вырезать. Потом вырезаем, например, вот этими же формочками печенье, а в серединке, нет, эти не пойдут, потому что они с разрезами просто круглые, а в серединку вот этими штучками делают. Я просто подумала о том, что морковку вареную, широкий пласт, если есть, и свеклу тоже можно. Нашлепал елочек и украсил. Ну и какие-то канапе в виде елочки, да, сыр тонко нарезанный там. Ну все, что угодно, там и человечек есть. А вы знаете, есть еще и такой вот метод, из соленого теста делать игрушки новогодние. Делают, да. Да, и потом его также раскрасить и повесить, такое вот рукоделие. А, тестопластика. Ну или тестопластика, или просто очень крутое, очень соленое тесто, мука и соль один к одному. Немножко воды, такое вот крутое это тесто, получается как... Это мамочки с детишками сейчас же так делают. Да, очень многие. Ну конечно, потом его еще погрызть можно. А понадобятся тебе желтки? Да, сейчас мне понадобятся желтки. Ты уже все натерла, да? Конечно, я тут старалась. Так, а что у вас будет главным блюдом? Конечно, оливье. Ну, так как у меня пост, конечно, оливье и винегрет. А в качестве горячего что? Ну не знаю, ноги. Куриные ноги и в собственном соку. То есть, отварные? Нет, ни в коем разе. Почему я говорю, что все закинуть, то есть все травы душистые, все, что возможно, ну то что... И в рукав. И в рукав. Вот это хорошо. Так, а сюда мы натерли сыр и желтки вместе. Смешали их и тоже сюда. Прекрасно. Не отдельно, а вместе. Я вообще за то, чтобы потом долго не мыть еще. Готовить так, чтобы долго не мыть. Даже посуды как можно меньше. Когда нужно вот жарить и все это разбрызгиваться, я это не люблю. Нет, нельзя, это некрасиво. Это неэстетично. Ну, вы знаете, я вам один секрет такой скажу. Я фольгой затягиваю плиту. Так, этой фольгой для готовки я увидела, это шеф-повара на больших кухнях. Они затягивают фольгой поверхность плиты. Чтобы не загадить? Да. И когда вот большая готовка... Слушай, какая прелесть. И просто собираешь, выбрасываешь, чистая плита. Ну, дарю. Спасибо, спасибо тебе. Я как человек, который не любит твои плиты. У нас совсем мало времени, товарищи. Давайте попробуем уже что-нибудь. Мы не успеваем, да? Я больше скажу, я даже еще пленкой поверхность верхней шкафов затягиваю. Вот этой вот тонкой пищевой пленкой. Раз, а потом ее собрал, выбросил, затянул новую. Боже мой, ты просто кладезь. Да? Просто кладезь для нас. Еще что-то будешь готовить? Девочки, вы мне сейчас вот эти вот бусинки сюда положите сверху. Давайте гранатик, ладно? Слушай, давай всем помогать, потому что там реально нет времени. Я считрой рукой сыплю в гранат. Подожди, подожди, подожди. Сейчас сначала яйца. Ну, мы что, не успеем? Ну, понятно, да. Давай, давай вот так вот закидываем. Подожди, 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 подожди. Все, нету времени, 20 секунд. Открывать надо. Давай, все. Ура! 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 Ой, все. Так, мы сейчас будем есть, но вам этого не покажем. А вам мы скажем приятного аппетита, хороших новогодних праздников. Любим вас очень. Спасибо. Спасибо.